Этой весной кустанайские сельхозтоваропроизводители засеяли больше 4 миллионов гектаров и приготовились ждать хорошей погоды для созревания хлебов. Но ожидания не оправдались. В июне в регионе выпало в среднем 16,5 миллиметров осадков, а это 50% от среднем многолетней. А в соседней североказахстанской области за это время выпало 97%. Осадки были кратковременные. В некоторых районах их и вовсе выпало 2-6 миллиметров за месяц. Например, в Ждигаринском, Деницевском и Женгельдинском районах. Затем началась жара. Температурные условия периода роста и развития культур были высокими. Практически в течение всего июня-юля, в начале августа дневные температуры воздуха составляли от 30 до 40 градусов. Температура почвы достигала от 50 до 50 градусов. Выпавшие в мае, в конце июня и после 20 чисел июля осадки благоприятно повлияли на получение хороших дружных сходов и кущения. Но дальнейший рост и развитие сельхозяйственных культур проходило в очень жестких температурных режимах и остром атмосферном почвенном дефиците влаги. В итоге к началу августа состояние зерновых в Кустанайской области оценивалось как хорошее примерно на 38%. Почти 50% удовлетворительное, 12,2% неудовлетворительное. По данным управления сельского хозяйства, земельных отношений жара ускорила рост и развитие растений. Поэтому уборочные работы начались намного раньше обычных сроков. Основных причин ранней уборки и раннего посмевания зерновых культур является несоблюдение рекомендуемых сроков сева. На 10 мая текущего года уже было посеяно почти 10% по области зерновых. Обычно ранние сроки сева начинаются после этой даты, после 10 мая. Осадки в текущем году выполнены лишь в конце июня. Период завершения кущения посевов с оптимальными сроками. В результате первые сроки сева с низкой урожайностью зерно щуплое и неполновесное. Сейчас чиновники обеспокоены и рекомендуют аграриям при необходимости организовать двухсменную работу на полях, чтобы не потерять урожай. Также из-за возможного роста количество людей на уборке может вырасти. Руководители предприятия просят соблюдать все рекомендации санитарных врачей и не забывать обеспечивать их защитными средствами. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, ЭТН.